Всем хай дорогие друзья, с вами Нярука и сегодня у нас юбилейный 20 выпуск, в котором мы посмотрим на крутого школа блогера, естественно дегенерата, который на вебку будет рассказывать как поднять звание в CSGO. Поехали! Привет, с вами Меха Плей, сегодня мы поговорим с вами о CSGO. Я сегодня решила, буду разговаривать через веб-камеру и вам расскажу как повысить звание в CSGO. Приготовили ручки и листочки, ведь столь полезную информацию от проигрока ваш нубомозг просто не сможет запомнить. Стоп, 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 помедленней, ведь мы настолько тупые, что не знаем как запустить игру в соревновательном режиме. Но как помимо я сейчас не могу начать игру, потому что я оштрафовываю. Я покинул игру, там читеров много было, вот. Звание. Как повысить звание? Я вам сказал только, что играть, найти игру. Вам нужно сыграть, соревновать на них 10 игр и причем выиграть их подряд. Или 5, я не помню, честно? С твоими мозгами точно ничего не запомнишь, ведь ты сейчас вообще говорил о калибровке. Как вы поняли, никаким гайдом тут и не пахнет. Этот мелкий будет нести полную хуйню, которая никак не поможет вам поднять звание. И как-то смеяться над больными это не очень хорошо. Но этот парнишка исключение. Так что продолжим просмотр. Достижения, давайте посмотрим. Здесь 100 достижений всего. Выкуси! Хуй тебе, неудачник злоебучий! Всего 100 достижений. Так, я недавно начал играть, всего лишь у меня самого нету звания. Статистика. Какая в жопу статистика? Как она вообще поможет поднять звание? А, я понял. Этот чмырь просто хочет похвастаться. У меня выиграны раунды 28, победы 34, точка 15, сделаны выстрелы 5083, попаданий 716, убийств 168, смертей 137 и любимая карта для раз-два. Это самая охрененная статистика для человека, который делает гайды. Любимое оружие АК-47, попаданий 6, убийства 1, меткость 7 и 6. Неплохо. 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 Да, я люблю всего ПП-19 Бизон. Вот мне это оружие очень нравится. Да оно всем, ну, бам, нравится. Хули зажал и айда рандомом стрелять. Прямые руки-то с ним иметь не надо. Сейчас я хочу найти, где же... Где же у нас... Где же у нас... Эти... Блин. Где же у нас звание-то? А давайте поможем Даше найти звание. Где же у нас... Где же у нас звание-то? Ну, что ты пая? Ладно, так расскажи. Там первая идёт одна галка серебряная. Там вторая, третья, четвертая. Ну, как в Warface. Ах ты мелкий ублюдок! Никогда, сволочь, никогда не сравнивай игру, вошедшую в мировую историю, и эта школа говно. Только там, после четырёх галок, идёт, по-моему, одна звезда. Одна золотая звезда, по-моему. Я вот и говорю, не могу сейчас найти, я что-то... Не знаю, почему. Ах, нету их. У меня в инвентаре пока УСПС... УСПС... М4А1С... и всё... и всё... и всё... Конечно же, с последней стадии дебилизма невозможно выпросить у мамки деньги на скины. Вот так всё я вам рассказал, как повысить звание. Нет, чувак, ты тут нарассказывал всякую хрень, и вообще ни одного слова не сказал о том, как повысить звание. Ну, а теперь так и бы. Поведай нам, непросвещенном, как же его понизить. Если вы сыграете 10 соревновательных игр подряд там, да, выиграете, получите звание. Если вы будете... Вот, например, смотрите. Вы 10 подряд игр выиграли. Вам дают одну серебряную, да. Если вы... Потом надо играть в соревновательные игры. Если вы 5 игр подряд в соревновательных побеждаете, вам плюс ещё одно звание. Прервёмся немного. Ведь зачастую, побеждая 5 игр подряд, звание не повышают. Отсюда следует, что этот ушлёпок просто насмотрелся всяких недогайдов. И теперь строит из себя крутого кейсера. А если вы 5 подряд игр проигрываете, значит у вас ниже, значит у вас опять никакое звание. Вот так вот. Ну, собственно, на этом и всё. Его видеоурок закончился, а я остался в шоке. Ведь зачастую, просматривая кучу видео шкалоты, я начинаю бояться, во что превращаются дети. Ну что ж, с вами был Нярука. Не забываем ставить палец вверх и подписываться на наш канал. Увидимся. Вот такие вот правилы, такой сгон. Субтитры сделал DimaTorzok